Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете прошли весенние субботники. У нас апрель – это вообще месяц чистоты, месяц благоустройства. И все наши службы, управляющие компании, МБУ наши, они прикладывали все усилия для того, чтобы убрать территорию. Историко-культурный центр отметил 25 лет со дня основания. Было здорово. Мы были счастливы, что к нам пришли люди, которых мы любим, поздравили нас. 22 апреля в Московской области состоялись весенние субботники. Исключением не стал и наш округ. О том, как проходило мероприятие, расскажем в нашем сюжете. Центральной площадкой проведения субботника в Ленинском городском округе стала набережная Тарычевского пруда. На уборку вышли сотрудники администрации, работники городских служб, местные жители. Активное участие приняли члены и сторонники отделения Единой России и Молодой гвардии в рамках партийного проекта «Чистая страна». У нас апрель – это вообще месяц чистоты, месяц благоустройства. И все наши службы, управляющие компании, МБУ наши, они прикладывали все усилия для того, чтобы убрать территорию. И вот то, что мы сегодня видим здесь, на берегу Тарычевского пруда, в Зелёных аллеях, оно, в общем-то, радует уже глаз. Также глава округа представил собравшимся проект реконструкции данной территории, реализация которого начнётся уже в этом году. Здесь будет набережная, здесь будут места для отдыха, для прогулок, более того, пруд должен быть почищен. И вот мы так для себя видим, что, возможно, даже какими-то породами рыб мы его запустим. Используя предоставленный инвентарь, участники субботника собрали в мешки большое количество прошлогодней листвы, сухих веток и бытового мусора. Хорошая весенняя погода способствовала уборке. Прекрасно, что все собрались и дружным коллективом, да, все бюджетные учреждения, казённые учреждения, все с хорошим настроением. И мне, как жителям Зелёных аллеях, очень приятно, что здесь наконец-таки станет чисто. Убираемся активно, устров здесь практически собрали, по кучкам, по пакетам, все участвуем, все предели. Хотелось бы, чтобы здесь было чисто, мы здесь проводим много времени. Во время мероприятия волонтёры рассказали трудящимся об областном голосовании за объекты благоустройства. Территорию, которая наберёт наибольшее количество голосов, облагородят в следующем году. Отдать свой голос можно было прямо на месте. Вот так частями, я думаю, что создать уют, создать какую-то такую невероятную атмосферу, показать свою любовь – это задача каждого жителя. Субботним утром в порядок приводили разные общественные пространства муниципалитета. Преобразилась после зимы и набережная реки Купеленка. Здесь убирались местные жители совместно с городскими службами. Убираем листву, бумажки, пластик, ну, всё, что есть, вся грязь, стекло. Всего с 16 площадок округа было вывезено свыше 200 кубов мусора. В субботнике на территории муниципалитета приняли участие более полутора тысяч человек. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В продолжение темы. Масштабные субботники прошли и в видновских парках, в Апаринках вдоль лыжной трассы и в новом лесопарке на улице Ольховой. Там вместе с жителями наводил порядок первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. О результатах расскажет Юлия Пагасьян. Призыв к общеокружному субботнику жители восприняли с энтузиазмом. В видном одной из ключевых площадок стал лес на Ольховой, где в рамках губернаторской программы «Леса Подмосковья» уже началось благоустройство парковой зоны. Для уборки подрядчик выделил рабочих, которые помогли убрать опавшую листву и поваленные старые деревья. На самом деле мы традиционно после схода снега к 1 мая, к 9 мая готовим, приводим в порядок наши общественные территории, внутриквартальные проезды, дворовые территории. Для того, чтобы войти в этот прекрасный праздник, в это лето практически, в эту весну красивую, для того, чтобы было чисто, чтобы это нравилось жителям и прежде всего, конечно, чтобы нам тоже нравилось. Здесь на Ольховой к уборке присоединились и представители депутатского корпуса, и сотрудники местной управляющей компании. Это наша традиция в апреле, в мае, это два субботника обычно, три даже, таких больших масштабных совместных с жителями, с муниципалитетом, с смежным бизнесом, который здесь работает. Но параллельно наши дворники, конечно, по периметру парка, метров, наверное, 50-60, заходя вовнутрь, стараются весь крупный мусор, который остается после жителей, после компании, все это убирать. А в парке Опаренке к уборке подключились воспитанники школы Олимпийского резерва «Олимп», которые используют эту трехкилометровую лыжную трассу для своих тренировок. 26 детей и взрослых дружно очистили территорию от мусора. Все бутылки, помойку, банки, все собрали, выбросили, потому что нам тренироваться же здесь, и нам зимой, и летом. Катаемся здесь, так что и здесь и убираемся. Субботник – это не просто уборка, это праздник, объединяющий тысячи жителей Ленинского городского округа. Здесь, в парке Опаренке, для всех, кто помогал убирать территорию, была организована зона питания. В благодарность угощали жителей вкусняшками. Субботник прошел и в сквере 80-летия Ленинского района, который уютно располагается в центральной части Видного, на улице Школьной, возле многофункционального центра. В этом году зона вошла в список голосования на платформе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В случае победы этого сквера мы проведем еще голосование среди жителей, чтобы они хотели здесь вот видеть. Но пока вот такие задумки, что поменяем пешеходную сеть, сделаем озеленение, установим дополнительные мафы, лавочки, урны, освещение. Голосование проходит на сайте 50.городсреда.ру. Там необходимо выбрать Ленинский городской округ, сквер 80-летия, первый в списке. Принять участие в выборе места благоустройства может любой гражданин в возрасте от 14 лет. Голосование продлится до 31 мая. Юлия Погасян, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно этого. Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и сотрудниками ФСБ задержали пятерых граждан одного из государств Средней Азии. Они подозреваются в разбойном нападении на предпринимателей из Китая, которое было совершено в Ленинском городском округе. Предварительно установлено, что злоумышленники на территории частного домовладения напали на двоих предпринимателей и их знакомую, Похитив мобильные телефоны, планшет, наручные часы и металлический сейф, налетчики скрылись на автомобиле одного из потерпевших, в котором находились 3 миллиона рублей. Подраздевают и ограбили. Кого ограбили? Я не ограблен. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. При поддержке Росгвардии четверо из них задержаны в аэропорту Шереметьево. Сколько у вас человек было? Пятый. А где вы были задержаны сотрудниками полиции? В аэропорту. А в каком? В Шереметьево. Куда планировали улететь? В Турцию. Задержанные сообщили, что не смогли взломать сейф и выбросили его во враг. Похищенную машину оставили недалеко от места преступления, а деньги поделили и потратили. Часть похищенного имущества изъята. Что использовали в качестве орудия? В пневматическом столе был. А еще что? Еще этот нож. Следователем Следственного управления ОМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Архиепископ Подольский Люберецкий Аксий на Светлой Седмице посетил Ленинский городской округ. Он совершил божественную литургию в Георгиевском храме города Видное. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Подольского епархиального управления иерей Константин Семенов, благочинный церкви Видновского округа иерей Дмитрий Березин, настоятель храма Протеерей Михаил Егоров и духовенства Подольской епархии. После сугубой ектинии и молитвы о Святой Руси в честь празднования иконы Божьей Матери «Живоносный источник» владыка совершил чин освящения воды. Богослужебные песнопения исполнили архиерейский хор под управлением Александра Веретенникова и детский хор Воскресной школы Георгиевского храма. Крестный ход архиепископ Аксий завершил обращением ко всем присутствующим с архипастерским словом и наградил настоятеля храма Протеерея Михаила Егорова архиерейской грамотой. 25-летний юбилей отпраздновал коллектив Видновского историко-культурного центра. Сегодня это заведение объединяет местных краеведов, литераторов, художников и всех, кому небезразлична история и современность Видновского края. Наша съемочная группа была среди приглашенных на праздник в честь юбилея. В зале историко-культурного центра проходят концерты и лекции, уроки патриотического воспитания и литературные конференции, встречи с интересными людьми и официальные мероприятия администрации округа. Но сегодня здесь собрались те, кто хочет сказать сотрудникам центра теплые слова в честь юбилея. Желаю всему коллективу творческого вдохновения, нового свершения в работе, оптимизма и благополучия. Глава Ленинского городского округа, 21 апреля, 23-й год, Алексей Петрович Спас. Одно из главных направлений деятельности КЦ на протяжении 25 лет – сбор и хранение бесценных исторических фотографий и документов. Если мы зачеркиваем или отставляем в сторону половину названия исторический, это получается культурный центр. А культурный центр – это примерно то же самое, что, скажем, дом культуры или дворец культуры. Это краеведческое направление. И фонды, что тоже есть составляющая краеведения, потому что нельзя вести настоящую краеведческую работу, если ты не обладаешь уникальными, эксклюзивными фондами, на основе которых ты эту работу ведешь. ИКЦ является и крупным культурным центром. Здесь проводятся театральные и музыкальные выступления как местных коллективов, так и гостей из других уголков России. Спасибо огромному коллективу за то, что вы несете в люди. Это культура, это историю нашу, историю Вильямского края. Еще раз вас с праздником, уважаемые коллеги. Здоровья вам, успехов и всегда быть первым. В залах ИКЦ проводятся творческие выставки, декоративно-прикладное искусство, картины и фотографии. Посетители имеют возможность познакомиться с творчеством земляков. Меня очень радушно встретили, помогали как только могли, даже в чисто таких технических вопросах, как развесить. Потому что здесь специалисты мне оказали огромную помощь. И во многом, во многом, ну скажем, если был успех, то в огромном, огромная доля этого успеха. Я очень благодарен коллективу, они помогли мне очень здорово. Советник главы Ленинского городского округа Моисей Шамаилов – один из тех, благодаря кому и появился историко-культурный центр на месте бывшей столовой. Мы пришли сюда, здесь разрушенные катовые кухни, все сломано, не было электричества, ничего. Мы это засняли и говорили, так, через пару лет мы здесь сделаем ремонт, все будет красиво, а потом покажем, как было и как стало. Деятельность коллектива ИКЦ уже давно вышла за рамки, собственно, здания. В школах округа проводятся открытые уроки и выставки, постоянно работает экспозиция в сквере «Юность». У нас есть идеи, мы уже к ней ходим, по поводу того, что нам подобрали место в новой части города. Потому что там живут люди новые, нас не знающие, не знающий наш город. И наши выставки могли бы, как бы сказать, сплотиться всему городу. Недавно историко-культурный центр стал подразделением Дворца культуры «Видное». Такое сотрудничество наверняка плодотворно скажется на деятельности заведения. В залах спокойствие, тишь, благодать. Можно подумать, присесть, помолчать. В нашем конце мы о вас говорим и за работу благодарим. Праздничный концерт получился добрым и неформальным. В зале царила, как принято говорить в таких случаях, домашняя атмосфера. Было здорово. Мы были счастливы, что к нам пришли люди, которых мы любим, поздравили нас. Да, конечно, мы готовили этот праздник, но в основном задумка была такая, что к нам приходят, нас поздравляют, а мы получаем поздравления. Мне кажется, все получилось. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». На этом у нас все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова